всем привет всем привет так мы с вами вышли в прямой эфир так ну все видно слышно нас да если нам бы кто-нибудь что-нибудь бы прислал о сердечко полетело ну все тогда значит нас слышно и видно всем привет девчата всех с новым годом с наступившим мы опять с вами встречаемся пока у нас ничего не меняется здравствуйте виктория пока у нас ничего не меняется значит встречаемся с вами по четвергам в два часа плюс-минус да несколько минут вот это на подключение конечно всегда так волнительно включишься не включишься здравствуйте оля здравствуйте и так девчата значит мы сегодня с вами встретились и что хочу сказать готовясь к прямому эфиру словила себя на мысли что как-то уже и то делали и это делали и вот это делали и вот так вот делали и перемешивали господи и слайдеры прикрепляли и шермиконы прикрепляли на самом деле как бы но новогодняя тематика она из года в год все равно повторяется правда же и это как бы ни для кого не секрет и деды морозики и снегурочки и снежиночки и так далее все это повторяется из года в год и никуда ты от этого не денешься единственное что в этом году модно там было красным золотым покрыть в том году там зеленым фиолетовым вот по большому счету мы ведь можем дизайн подстроить под любой цвет правильно же вот и поэтому сегодня я взяла в работу серые оттенки мне кажется серые оттенки вот они какие-то серые да не очень праздничные но если как бы подойти как-нибудь вот так творчески мне кажется можно даже любой серый цвет превратить в какой-нибудь интересный вариант значит с вами сегодня в эфире как обычно наталья как люгина я инструктор работаю в школе екатерина мирошниченко в городе ростове-на-дону и выхожу прямой эфир именно из класса вот и значит сегодня у нас тишина нету как такового занятия и поэтому мы встречаемся в онлайн такое маленькое небольшое занятие значит новый год наступил год дракона вы не поверите у меня даже сегодня это знаете вот я же обычно как бы ничего особо не делаю на ногтях потому что мне очень нравится черный френч у меня строймит как мы уже много раз говорили но вы знаете у меня даже появился дизайн маленький дракончик символ этого наступившего года вот а еще мне очень понравилось нашла не вэми не вэми просто какой-то такой маленький слайдер и тут написано слово твори твори мне кажется так символично будем творить в новом году что-нибудь интересное ну конечно же это попытаемся мастерам тем которым делают дизайны или клиенты у которых делают дизайны да значит подсказывать какие-то идеи чтобы можно было удовлетворить какие-нибудь желания небольшие клиентские я имею ввиду конечно же в дизайнах и не надо на всех пальцах этого делать абсолютно мы об этом все время говорим а вот мы все-таки давайте делать это на одном пальчике на двух пальчиках а все остальные пальчики можем просто покрывать однотонным цветом под кутикулу и как бы сочетать именно с пальчиком на котором будет дизайн так ну что значит предлагаю взять каких два цвета значит я тут подумала подумала и решила что у многих есть новая коллекция гель-лаков которые у нас вышли перед новым годом tight of life правильно я сказала правильно да вот такой у меня хороший очень английский язык это гель-лаки такие вот с мелким мелким красивым мерцающим шиммером и вот здесь как бы как раз я уже сказала что я по сереньким решила пройтись и я как раз таки возьму серенький цвет 459 до из этой коллекции вот и с каким же цветом моего будем сочетать так где у нас он 459 вот он есть и второй серый оттенок так сейчас а секундочку сложу гель-лайл типсики в коробочку положу чтобы легче было да потом ориентироваться какие цвета какого света у нас так серенький значит 459 и гель-лаки которые вышли вообще практически последними в этом году да они не входили ни в какой состав никакого набора продаваются продаются поштучно вот и номера с 462 до 462 463 4567 и вот как раз таки 467 номер это получается такой темно-темно-серый такой красивый такой вот и подумала что можно их посочетать в дизайнах как раз таки друг с другом как вы на это смотрите и вот такие вот варианты у нас получились что нам еще потребуется сегодня все с нами здороваются и я тоже здоровый с вами девчат привет вот если бы тоже можно было мне сердечки ставить его тоже сейчас тык-тык-тык и натыкала бы вам сердечек всем очень приятно что вы смотрите наши прямые эфиры да значит стараемся всегда сохранить прямой эфир выложить на ютюбе сохранить для истории может быть кому-то где-то что-то это еще и пригодится да то есть как варианты так значит что нам еще потребуется вспомнила о том что у нас есть серый лак для стемпинга номер 12 до серый лак для стемпинга вот тоже сюда подойдет видите темно-серый серый блестящий лак для стемпинга ну конечно с красиво с белого сочетается лак и белого цвета да естественно благ для стемпинга белого цвета серый белый черный тоже сюда бы подошел что еще можно взять можно еще взять спайдер гель паутинку до белого цвета тоже как бы кое-где намотать ну по большому счету ничего такого мы сверх естественного рисовать не будем но тем не менее вот все серые оттенки по большому счету красиво сочетаются с белым вот я их тут вот сюда в кучку и собрала что нам еще потребуется ну можно взять какие-нибудь любые декорации зимние ну надо взять такие декорации которые знаете как бы вот уже не привязываться к новому году то есть это как раз таки хорошо подойдут всякие снежинки блесточки ведь у нас есть такие 3d-шные до мерцание номер 12 это объемные такие слайдеры да с камушками вот они у нас перед новым годом шли как раз дизайн очень хорошо и сейчас подойдут потому что можно в принципе весь январь и весь февраль да на самом деле эти камушки можно употребить в пищу и феврале и в марте и и летом и осенью по большому счету для украшения одного пальчика правильно же так что еще можно взять можно взять можно взять но вот здесь вот тоже принципе не особая привязка идет прямо к новогодним праздникам но тут вот есть всякие веточки очень хорошо подойдут до веточки звездочки снежиночки тут вот чашечка до кофе с корицей вот то есть по большому счету тоже хорошо подойдет это был 42 значит nail cross до душевный вечер тоже видите моего тоже резали резали перед новым годом и конечно же пытались при значит приблизить дизайны к новогодней теме что еще хорошо значит в прошлом году может быть у кого-то сохранились декорации со всякими веточками вот такими зимними да это наклеечки с веточками тоже прикольные там всякие ну вот шарики варежки игрушки но не знаю тут вот конечно на любителя вот ну можно будет можно конечно елочку вот шишки веточки вот опять же это то что я говорю можно как бы сейчас вот и в январе и феврале правильно да вот тут вот значит мы уже с вами поговорили про том что кроме френча у меня еще и появился дизайн кроме френча да виолетт у меня тут вот написано слово твори 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 рисуй будем думать о творчестве да в новом году у меня так нравится вот такие мелкие надписи прикольные так 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 значит ну что значит в сером цвете у нас сейчас будут такие нежные зимние дизайны а совсем забыла сказать что на конечно же кроме лаков кроме лака для стемпинга нам конечно же потребуется пластина до пластина какую возьму пластину но я предлагаю хоть она и новогодняя но ведь здесь же вот снежная тема снежиночки они же могут подойти и для январских дизайнов и для февральских да а я так думаю еще во многих регионах россии снежинки это еще будет актуально еще и в марте и в апреле например моем любимом иркутске вот и как бы думаю что снежная тема вот с оленями очень мне нравятся всякие надписи очень сильно осовременивает любой дизайн на любой фон отпечатали например просто надписи получается очень прикольно смотрите видите на темно-сером цвете стемпинг сделан вот это вот как раз таки надпись очень прикольно смотрится так ну еще вот тут вот на некоторых вариантах я еще добавила значит отпечаток еще с одной пластинки это такая пластина которая значит ну узнаваемая именно в нашей компании да с пластиночка с вензелями с цветочками с прорисовочка и так далее вот тут вот как раз таки пластинка глазах немножко у вас сейчас просто делала варианты видите с вензелечками и с цветочками от можно иist добавить тоже прикольно смотрится вот этот можно вариант добавить допустим вот эти вензелечки видите вот они отдельно как раз -таки пластинка с цветочками с вензелёЧками кружу по-моему называется если мне память не изменяет но может изменяет память так значит вот этот вариант мы можем в принципе с вами добавить ну что потихонечку поедем да так это пока в сторону так варианты дизайнов тоже перед глазами какой бы нам вариант сделать прикольный так но давайте возьмем как раз таки в основу типа у нас камуфлирующая база и давайте в основу положим гель-лак с огромным количеством блёсточку так значит это у нас гель-лак номер 459 из зимней коллекции гель-лаков и мы просто с вами нанесем на весь ноготочек постараемся сделать это равномерно то есть на просушенную базу нас моделированный ноготочек базой можно даже знаете как бы аккуратно излишки убрать чтобы ну во первых жирным слоем не надо наносить так можно даже как бы так с элементами выравнивания но я тут посерединке как бы лишнее немножечко сниму вот здесь вот некрасиво получилось сейчас девчат секундочку из-за телефона не совсем хорошо видно вот тогда все аккуратно сильно на кисточку не давлю потому что гель-лаки которые с большим количеством блесточек до шиммером вот с этим вот мерцанием надо конечно постараться равномерно распределить по поверхности но так как мы с вами сверху будем добавлять темно-серый цвет по серединке растушевывать по большому счету конечно же какие-то погрешности закроются так ну и давайте например сделаем опять же на весь ноготочек нанесем гель-лак с мерцанием до 459 гель-лачок и конечно же просушим до как минимум 30 секунд так теперь добавим к нему более темный оттенок серого цвета так как мы сегодня все в сером до с вами делаем так 467 номер из последних гель-лаков которые вышли перед новым годом девчата мы совсем немножко с вами вот сюда по серединочке и попробуем сделать так чтобы границы вот этого пятнышка которую мы с вами добавим сделаем как бы сейчас такими растушеванными так что можно сделать ну например можно взять конечно же кисточку для градиента капельку например базы сейчас мы найдем капельку базы так легче растушевывать можно взять топ т-класс можно взять любой топ глянцевый например да я вот так немножечко капельку базы смотрите видите база base гель до немножко возьму просто кисточку в базу смочу она станет просто чуть чуть легче ну во первых перед началом работы мы всегда кисточки погружаем базу для того чтобы кисточка была чистой мягкой очень как бы легко работать до было ей вот и сейчас тоже капельку базы и аккуратненько аккуратненько растушует из пятнышка серого цвета темно-серого цвета поймусь моему серому с блёсточками это просто нам не нужно для фона для фона аккуратно чуть меньше пятно чуть больше пятно на самом деле не принципиально важно 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 чтоб не толсто не жирно правильно же надо постараться все это всегда делать очень тоненько аккуратненько чтобы не было лишней толщины потому что я когда вы моделируете ноготочек толщина задается или моделируете его ноготок за счет базы правильно мы базой моделируем ноготок укрепляем из изгиб стрессовую зону укрепляем для того чтобы хорошее было да как бы стояние а за счет цветного покрытия конечно же стараемся не не сильно не утолщать ногтевую пластину так продолжим добавлять 467 цвет и мы сейчас это сделаем сверху получается наносим примерно одну четвертую часть ногтевой пластины примерно можете даже чуть меньше и опять же буквально чуть чуть примерно от серединочка примерно от серединочка нанесенного тёмно-серого цвета аккуратненько аккуратненько туда-обратно чуть ниже туда обратно чуть ниже и и стягиваем темно-серенький цвет аккуратно вот так за один заход просушиваем так и теперь конечно же в работу вступит у нас техника стемпинг значит для стемпинга что нам потребуется взять подушечку да какую-нибудь штучку-дрючку для того чтобы убрать излишки я всегда пользуюсь скажите карточка какой-нибудь пластиковый так все готово высох высушили да вот такой вот такой вот вариант видите покрытие у нас получилось с вами сверху серый посредине серый так теперь давайте добавим сюда пластину новогоднюю да вот этот зимний денечек так и как раз таки возьмем красочки лаковые это будет у нас серебристый цвет номер 12 и первый белый можно даже сделать как бы градиент до своего рода так подушечка у нас готова готова и давайте сделаем вот таким вот образом так например по центру по центру возьмем белый цвет давайте какой возьмем давайте с шариками например до шариками и снежинками вот у меня по центру будет белый цвет а сверху и снизу цвет будет серебряный вот сюда серебро добавим и вот сюда серебро добавим убираем конечно же все лишнее сильно нельзя не надо давить просто аккуратно излишки убираем и легкий накат на подушечку не надо давить вообще от слова совсем все шикарно набирается и мы с вами отпечатываем аккуратно получается белый цвет получается где-то примерно посередине а серебряный цвет у нас уходит с вами чуть выше и чуть ниже так как бы акцент получается по центру отпечатали отлично и второй вариант давайте сделаем например 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 даже не знаю давайте за снежинками сделаем почему бы и нет и сделаем точно так же например на темно-серый цвет мы с вами добавим более светлый допустим краску для 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 стемпинга белую например она серебристый серебряную да и она так сойдет как бы на нет будет плавный переход так и поехали значит сверху будет белый цвет так сейчас мне нужно секундочку буквально из-под телефона плохо видно мне нужно вытереть конечно же в пластину лучше всего пластину вытирать девчат жидкостью для снятия гель-лака вытирается мгновенно без всяких проблем так белый цвет вот тут наверху будет и серебряный цвет пониже будет знаете своего рода такой переход цвета до своего рода градиент из белого в серебристый так лишнее все убрали легкий накат все снежинки на месте и отпечатываем отлично и что-то мне тут какой-то попало что-то нехорошее сейчас быстро с камеры убрала чтобы никто не заметил это у меня тут маленький косячок так и я сейчас запечатаю в одном месте серебряную снежинку нет небе белую наверное снежинку час секундочку и сейчас еще раз даже не вытирая прям буквально сразу как неудобно да все-таки под камерой у меня вот здесь вот сверху видите тут такой маленький косячок произошел сейчас я это дело исправлю ну вот так вот пусть будет так все есть такое дело и так здесь у нас какие-то снежинки шарики здесь у нас видите снежиночки такие получились так ну и теперь предлагаю все это дело украсить но украсить мы можем с вами чем угодно по большому счету можем взять с вами вот эти снежинки да можем взять с вами какие-нибудь атрибутику нового года кстати прошлогодние может быть у кого-то сохранились тут тоже есть прикольные такие штучки дрючки чтобы но и не покупать можно весь год и всю зиму использовать эти вот эти снежинки я бы может быть шарики сейчас бы не стало а вот снежинки прикольно получились бы так можно взять какой-нибудь опять же вот такой вот например слайдов как вы на это смотрите объемный да и очень прикольно будет например какую-нибудь веточку взять я предлагаю вот такого плана да можно взять допустим да и и возьмем все долго думать правильно же да правильно так давайте возьмем теперь ножнички все это дело так вот отсюда так веточка есть и конечно нам нужно просто влажная салфеточка или капелька водички абсолютно небольшая капелька воды нам нужно будет так но у меня тут есть коробочка вот тут с влажной салфеточкой так пусть пока лежит так на второй вариант мы конечно же добавим какие-нибудь как раз таки звездочки как вы на это смотрите давайте одну какую-нибудь большую возьмем ну давайте например вот эту царь ноготь будет мы же говорим про дизайн все таки одного ноготочка да почему бы на один ноготочек какую-нибудь завлекушку не сделать вот у меня одно словечко это все заметили что у меня есть дизайн а если бы у меня тут вообще была звезда какая-нибудь вау прикольно было бы наверное наверное не знаю не экспериментировала ни разу на самом деле как-то задумывалась по поводу дизайнов когда много-много делаешь в течение недели дизайнов когда начинаешь что-то там сам себе думать не вот это вроде бы это хочется это потом когда начинаешь делать ничего не хочется просто смотришь на тип с этого в принципе достаточно так ну что добавляем спайдер гель вы не против паутинку добавить почему бы нет я думаю что у многих мастеров она есть наличие и стоит наверное без дела давайте про нее вспомним и добавим в работу это же вот такой в классе пузыречка нашла знаете вообще такой был бушный понятно что в классе для общего пользования как говорится но все равно так и мы с вами намотаем буквально чуть-чуть давайте вот так наверх в любом случае конечно же пальчик испачкается или там кожа вокруг пальчика испачкается валики испачкаются девчат просто влажной салфеткой вытирается без всяких проблем самое главное некоторые мастера после того как просушат вытирают некоторые вытирают как ну короче кому как удобно на самом деле я иногда сразу вытираю если делаю допустим чтобы работа была чистой аккуратной так ну хватит да давайте вот так просушим но спайдер гель или паутинка сохнет обычно вечный гель-лак минут там секунд 30 до точно абсолютно без всяких проблем как любой лак как любая гелевая краска то есть без всяких проблем этих скажем каких-то призысков скажем так так ну что давайте вот так можно давайте не прямо например а по кругу так вытягиваем потоньше по кругу можно подхватить и еще разочек стараюсь сделать не очень толсто не очень много вот так вот аккуратненько так давайте еще вот здесь вот внизу чуть-чуть просушиваем естественно и на что мы будем прикреплять слайдеры девчат ну конечно же ну допустим у нас есть слайдер топ до слайдер топ если слайдер топа нету то тогда можно воспользоваться базой то есть никаких проблем нету я считаю что слайдеры всегда можно прикрепить всегда найдется материал какой-то под руками который легко вам поможет все это закрепить прикрепить то есть мы например пользуемся либо слайдер топом либо базой девчат если вдруг какие-то вопросы возникают вы спросите мы все это обсудим хорошо так 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 а я тут подумала что надо что-нибудь еще прилепить чтобы было найти как положено в ростове-на-дону дорого-богато я просто взяла еще один вот допустим вырезала видите с камушками на самом деле можно еще и еще но самое главное чтобы размер ноготочка до позволил засыпать каменьями сейчас посмотрим у нас получится вы куда-то улетел сейчас ли в чат достану так я думаю что уже есть мастера которые начали работать после нового года до девчат махните рукой начали работать не начали работать обычно все равно все клиенты обычно обслуживаются да перед новым годом и получается до середины января до середины января обычно бывает тишина затишье да у мастеров ну вот и такое знаете время как раз таки может быть творчеством заняться да какие-то планшетки себе сделать может быть что-то там какие-то обновить какие-то дизайны кстати сейчас я нанесу слайдер топ потому что мы же будем прикреплять слайдеры на поверхность значит мы уже сказали либо это будет слайдер топ либо это будет база ну если вдруг кому чем удобно да скажем так работать так давайте нанесем вот так слайдер топ и как раз таки сейчас вот верхнюю часть ноготочка мы поставим слайдера с камушками так просушиваем девчат 10-15 секунд этого времени будет достаточно чтобы подсушить до подсушить чтобы на липкий слой прикрепить слайдеры вообще вот слайдер топ у нас как бы получается такой очень универсальный гель вернее гель-лак даже да который мы не используем как верхнее покрытие несмотря на то что называем его топом используем его только как промежуточный этап у него очень шикарная дисперсионная пленка он когда полимеризуется в лампе у него на поверхности образуется лаковая пленочка это лаковая пленочка не дает на самом деле сколов и вот очень хорошо знаете перекрывать всякие втирки например если вы втираете пыль делаете из пыли например френч или полное покрытие из пыли. И неважно, крупной, мелкой или пигменты вы втираете в топ без липкого слоя. Вот хорошо бы перекрывать слайдер-топом, а потом любым топом, которым вы пользуетесь. Так вот, слайдер-топ не дает сколов и очень хорошо держит под собой очень большое количество всяких вариантов именно декораций, которые вы, например, втираете или прикрепляете на поверхность ногтевой пластины. Так, значит, здравствуйте, здравствуйте. Ой, начала, Татьяна начала работать. Здравствуйте. Дело девочки в Тюрк, на топ. Быстро ободрались. И торцы опиливала. И бондом проходила. Оль, смотрите, вот понятно, что вы, допустим, на липкий слой втираете пыль, втираете, добиваете зеркального эффекта, потом вы просушиваете, бафиком освобождаете торец от пыли, блесточек, который не прилипли, и ультрабонд наносите на торец. То есть вот таким образом будет хорошее сцепление топа с торцом. Так вот, обязательно, вот хорошо бы перекрывать топом с липким слоем. И как раз таки вот слайдер топ, он как бы направлен именно на такие вот технические вопросы. Поэтому перекройте топом слайдер топом, и очень хорошо, как бы, будет потом все, что угодно под ним стоять. Так, ну а мы с вами продолжим. Значит, у нас здесь будет такая объемная веточка вот здесь вот на этих. И мы, конечно же, не оставим в таком виде. Мы еще и еще сейчас пройдемся, добавим несколько точечек в виде, скажите, эмпасты белую добавим в работу. Так, сейчас я вот глаза подняла, там еще вопрос у нас. Так, веточку прикрепила и подсушу обязательно. Время подсушка, как бы просушка, значит, получается, понимаете, процесс полимеризации продолжается, поэтому, когда прикрепляете, слайдер расправляете, прижали, и обязательно-обязательно подсушите. Слушайте, прикольно, когда камушки разноцветные добавляются на серый фон. Так, я сейчас пока прикрепляю и прочитаю следующий вопрос. Сейчас, секундочку. Вот у нас тут камушки, камушки. Дорого-богато. Значит, топ, к сожалению, желтит на светлых оттенках. Галочка, вы имеете в виду, какой топ? Вот, например, если нанести любой топ очень толстым слоем, то желтизна появляется. Особенно это видно вот на матовых топах. Если топ нанести очень толстым слоем, то получается такая желтизна. Ну, вы знаете, как бы, вот, например, наш топ, если толсто нанести, желтеет, как бы, поверхность, а потом он восстанавливается. Слайдер топ. На самом деле, как бы, он, галочка, слой, слой, очень важно слой. Надо, чтобы слой был очень тонкий. Все топы надо наносить тонким слоем. Тонким слоем. Особенно вот эти все промежуточные этапы. То есть, ну, как бы, вы подумайте, я уверена, что просто из-за очень толстого слоя. Так, Надежда пишет, я с четвертого числа работаю. В прошлом году с пятнадцатого. О, видите, насколько, да, разница. Ну, вот, ну, на самом деле, то, что есть работа, это так здорово. Ой, в любом случае, в наше время, да, хорошо, когда есть работа. Так, любой слайдер, девчат, обрабатываем праймером или ультрабондом для хорошего сцепления. Прошу прощения. Так, обрабатываем праймером или ультрабондом. Высыхает на воздухе одну-две минутки. Здесь мы точно так же с вами. Вот у меня тут дорого-богато, прям разноцветные камушки. И вот аккуратненько обрабатываем. Знаете, ультрабонд или праймер, он удаляет пленочку, на котором находятся объемные вот эти камушки или рисунки. Поэтому обязательно обрабатываем и ждем одну-две минутки для того, чтобы все это дело просохло. И после этого закрываем топом. Так, ну, чем закроем? Я хочу потом продолжить им пасту, добавить немножечко к дизайну. Прошу прощения. Поэтому, так как я буду рисовать на готовой поверхности, я перекрою ноготочек текласом. Перекрываю текласом. И очень важно убрать излишки топа, особенно вот с этих камушков. Ой, прошу прощения, что-то начала кашлять, поняла, что... Ну, подумала, да терплю, не буду водичку пить. Так, излишки убираем любой удобной для вас кисточкой. Так, аккуратненько, аккуратненько. Теклас можно использовать как промежуточный этап, как завершающее покрытие. Так, обязательно следим за излишками, да? Нам нужно убрать все лишнее. Все-таки эти картинки же, здесь слайдеры, они же получаются как бы объемные, да? Так вот, чтобы сохранить объем, просто убирайте излишки топа с поверхности. Просушивайте. Одну-две минутки. Так, и давайте здесь то же самое перекроем топом теклас. Значит, если вы не собираетесь больше ничего в дальнейшем делать, можно закрыть, например, ультрашайном. И у нас есть множество топов с разными блесточками, да? И цвет шампанского, шампань-топ с таким золотистым, красивым мерцанием из перламутровой мелодии. Есть с мерцанием просто таким вот серебряными блесточками, такими светоотражающими, да? Ну, у нас тут поблескивает все-таки серебряный наш гельлочок, номер 459, который мы брали, да? Из нового набора новогоднего. С таким легким серебряным мерцанием красивый. Так, закрыли топом теклас. Ну, или вы закрыли любым топом, которым вы работаете, правильно? Это же не принципиально важно. Объемную картинку, опять же, вот я взяла кисточку для градиента, и вот лишний топ именно вот именно с выпуклых частей картиночки убрала. Так, ну что, белая импаста. Белая импаста, белый рафинад. Значит, импаста, гелевая краска без остаточной липкости, которую мы можем рисовать на любой готовой поверхности, да? Без всяких проблем. Вот, поэтому сейчас я возьму немножечко импасты. Ну, я так, на пальчик чуть-чуть. Так, и мне нужна какая-нибудь тоненькая кисточка. Ну, давайте возьмем 5 дробь 0, да? 5 дробь 0 тоненькую. Сейчас только до меня дошло, что я еще добавляла немножко рисунок, скажите, откуда, с коры, господи, с пластины для стемпинга, вот там вот вензелечке можно еще, да, белым цветом было отпечатать. Сейчас я этого не сделала, забыла. Видите, вот там отпечатывала, а потом немножечко увеличила объем с помощью белой импасты. Можно и так сделать. Либо просто не увеличивая объем, видите, там вот внутри рисуночка остался, это именно вензелечки с пластины кружева. Так, ну, а мы с вами немножко белой импастой, немножечко, и тоненькой кисточкой доработаем дизайн. Так, вот это надо все убрать, чтобы фокус... Так, красотища, скорее всего, да, будет отдельно кисточку убрать. Да, Галь, по поводу кисточки отдельно подняла голову, согласна. Так, Надежда написала нам красотища, отлично. Я обожаю работать со слайдерами Эми. Галочка такая же, вот абсолютно тот же комментарий, полностью поддерживаю. Не знаю, можно, знаете, вот оно такое универсальное все получается. Каждый раз делаешь, думаешь, боже, уже и это сделали, и эти сделали, и вот так сделали. А на самом деле можно еще, и еще, и еще. На любой фон очень универсально получается. Несколько белых точечек. Белый цвет, он, знаете, он всегда так освежает немножко любую картинку. Можно, например, поставить серединочки у снежиночек. Так невзначай. И вроде они на заднем плане, да, но и в то же время получаются такие более воздушные, более нежные. И давайте здесь то же самое. Ну, здесь у нас, в принципе, видите, как бы получается и серебристый фон виден на заднем плане, да, на темно-сером пятнышке видны атрибутика вот этих зимних вариантов, да, дизайнов. Ну, камушки, они сами по себе как бы уже празднично. Ну, и если мы добавим с вами несколько беленьких точечек где-то вокруг, думаю, хуже не будет. Причем, если, знаете, как бы осталась какая-то, знаете, неловкая пустота, например, там где-то вот между. Вот тут, например, сверху, да, как-то пусто смотрится. Вроде как покрытие такое интересное в плане, что как будто вроде бы и нежно все, а вроде как ноготь уже отрос, да. Если мы поставим туда несколько беленьких точечек, то будет, в принципе, прикольно смотреться. Так, ну все, видите, мы с вами добавили камни. На всех ногтях этого совершенно не нужно делать. Давайте вообще вот прям сто процентов не надо. А вот на один пальчик почему бы и нет. Так. И что у нас в результате с вами получилось? Так, сейчас я это все вытру. Вот сюда на листик мы сейчас прикрепим. И, может быть, кто-то для себя возьмет на вооружение, потому что есть любители просто белого френча, есть любители белого френча, есть девчонки. Ну, однотонное покрытие никто не отменял. Но на один пальчик почему бы взять и не сделать, допустим. Вот такие варианты, которые сделать совершенно не сложно. Даже можно сделать тем, кто вообще не рисует, вообще не рисующим мастерам. Так, сейчас мы вот эти вариантики сюда прикрепляем. Дорого-богато, чтобы было. И у нас с вами получается вот так. Вот знаете, когда много-много серенького цвета, кажется, что все вроде как на один лад. На самом деле тут и сверху затемнение, и с середины затемнение, и просто однотонные серые, однотонные светлые. Мне вот очень нравится с надписями, я уже говорила, прикольно смотрится. Так, ну что, все в ход. Темно-серые оттенки гирлаков, светло-серые, да, с мерцанием и без. Спайдер-гель белого цвета, может, у кого-то какие-то цветные есть. Лак для стемпинга белый-серый. Получаются вот такие вот варианты. Так, ну что, девчат, на самом деле, как бы, ой, надо вот так, наверное, сделать, чтобы вы сфотографировали. Смотрите, я вот так сюда вниз, и будет более компактный такой скриншот. Будет лучше видно, правда же? О, вот так, поближе к экрану. Ну вот. Ну что, значит, побольше вам всех, конечно же, творческих всяких вариантов, побольше вам всех вдохновения. Вот, и пусть работа вам приносит радость, и клиентам вашим тоже. Иногда радуешься, когда просто покрывают ногти однотонным цветом. Иногда радуешься, когда просто френч попросят. Ну, а все-таки вот дизайн, это все-таки немножко такое, знаете, как украшение, да? Не всегда же носишь там какие-то супер-пупер украшения на шее. Вот, поэтому на любителя, скажем так, на любителя. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Сегодня у нас был такой очень быстрый мастер-класс. Встретимся в следующий четверг, и будем потихонечку двигаться по этой жизни. Будем идти потихонечку к концу января, начало февраля. Вот, и, девчонки, всем крепкого-крепкого здоровья в новом году. Пусть все ваши мечты сбываются, и побольше всем денежных клиентов. Всем удачи, и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok